В начале сентября ульяновский автозавод начал ставить двигатели класса Евро-2 на Хантер и автомобили старого грузового ряда СГР, как ульяновцы называют классические буханки и головастики. А сейчас очередь дошла до Патриота и Пикапа, которым также достались упрощённые моторы. Выбор такого агрегата позволяет сэкономить 20 тысяч рублей, а ещё 5 тысяч можно скостить, отказавшись от антиблокировочной системы. Так, Евро-2 Патриот дилеры готовы отдать за полтора миллиона ровно. Это будет максимально простая версия, с китайской механической коробкой, классической раздаткой и стальными колёсами. В набор оборудования такого внедорожника входят гидроусилитель руля, электрические стеклоподъёмники, электропривод-зеркал, аудиоподготовка и центральный замок. Комплектация называется Fleet Icar. Нет, это не тот Icar, что увлёкся полётом на самодельных крыльях, скреплённых воском. Так называется фирма, что поставляет заводу рулевые колёса старого образца без подушки безопасности. Телеканал Автоплюс рассказывал, что КамАЗ, пусть небольшими, но партиями, выпускает грузовики нового поколения К5. Но уже скоро автогигант начнёт делать такие машины куда более серьёзными тиражами. Так, главный конструктор инновационных автомобилей автозавода Сергей Назаренко заявил, что выпуск санкционно устойчивых и импортозамещённых грузовиков из семейства К5 начнётся в феврале следующего года. Уганда заключила соглашение с российским КамАЗом о строительстве завода по производству грузовых машин. Об этом агентству РИА Новости сообщил посол Уганды в России Мозас Кизиге. Сам КамАЗ не то чтобы опроверг это заявление, но поспешил уточнить, что компания заинтересована и активно развивает сотрудничество со странами африканского континента, где челнинская техника пользуется спросом много десятилетий. Однако в настоящий момент говорить о каких-либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится. Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств. Между тем, Почта России вовсю тестирует электрические среднетоннажники КамАЗ Чистогор, итоги будут подведены позже, а пока известно, что машина, способная преодолеть 120 километров, весит неполные 10 тонн, а на борт берет чуть больше 8. Кроме того, российские почтовики испытывают электрические газели НН, а также фургоны Солиус китайского происхождения. Впереди испытания и других моделей, в их числе аккумуляторные УАЗы Профи от двух производителей, включая машину под названием Экоавтопроф. «Ребе готовым» «Ребенененены надежными wordensten фургона»